всем привет добро пожаловать на мой канал сегодня у меня новый лайф влог кому интересно оставайтесь со мной приятного вам просмотра ну а я сижу вижу снуд крючком дело идет довольно быстро с удовольствием и снуд получается довольно таки красивым интересным я прям рада что выбрала эту модель скоро уже закончу сейчас я покажу вам то что я связала и свои покупочки точнее даже подарочки вот такой снуд у меня получается сейчас я его буду соединять и можно его будет в принципе носить вместе с повязкой уже я думаю что через пару дней или через недельку можно будет спокойненько все это дело использовать единственное что я хочу еще связать наверное митинге потому что перчатки к этому комплекту будут как-то странно ну потому как куртка у меня такая довольно легкая и перчатки будут не по погоде а вот митинге вполне могут еще пригодиться особенно все таки вряд ли в апреле будет супер жара чтобы то самое а я там гуляю хожу подолгу ну правда вот осталось у меня не так то что вы видели один полный моток потом еще совсем маленький от которого еще сейчас меньше останется когда я буду связывать между собой и вот этот шиммером немножко остался поэтому надо будет моточек докупить либо сегодня либо завтра ну увязалась ну сколько я ну наверное два с небольшим дня до по сути два дня я вязала но понятно не 24 на 7 но например вчера я очень почти весь день этому посвятила просто сам по себе рисунок он как бы несложный он в общем то состоит один ряд там столбики из 5 накидов ну там как бы перекрещенные три столбика дальше перекрещенные ну и так далее вот а следующий ряд идет столбики без накида и вот так вот до бесконечности но естественно это процесс процесс такой трудоемкий в плане того что ну представляете до каждый вот этот столбик пять раз намотать пропустить вот это все через там по две петельки там и так далее это на самом деле время очень много занимает даже с достаточно большой скоростью вязки но в общем я довольна в целом очень выглядит эффектно классно и из этой пряжи он такой получается ну на эту погоду будет идеально то есть вот во первых все таки акрил он не колется ничего такого он гипоаллергенный плюс вот как бы он будет нормально в общем я довольна хотя конечно когда его свяжу уже буду примерять с курткой но я думаю будет хорошо теперь к покупочкам я заказала на вал бересе пряжи вот эту ну я говорила что пехорка я к этому производителю не очень хорошо отношусь ну скажем так я не я не говорю что это как-то прям плохо плохо но ну так себе в принципе так себе но на вал берес например вот если например в леонардо вот очень много контекст вот вот этих ниток да на вал берес много пехорки предлагают по выгодной цене потому что вот это мне обошлось 500 575 по моему рублей за упаковку из 10 мотков то есть ну грубо говоря там сколько 57 рублей с копейками там один моток по сегодняшним ценам да на пряжу это супер выгодно вот мне понравился цвет довольно таки красивый поэтому буду вязать единственное что я протупила и когда я заказывала нужно было заказать на питерский адрес а не на московский потому что я эту пряжу взяла для питера для дачи у меня на даче вы видели красивый комплект салфеток связан такой коричневым в принципе туда подходит но он также подходит в городскую квартиру и я подумала что пусть она там и остается а для дачи я вообще все вижу в оливковых фисташковых вот этих оттенках у меня там зеленая скатер тоже вы знаете под рогожку я думаю что очень будет даже неплохо вот такая пряжа туда хочу связать салфетки там еще что-то ну я правда думаю не придется ли докупать потому что я хочу еще связать наволочки потому как опять же я в том году вязала бордовые оранжевые но на зиму мы их увезли в город и я поняла что в нашей спальне они очень хорошо смотрятся поэтому туда вернуться подушки которые с ней с наволочками которые не вязаны и они вот под цвет штор в общем нужно будет что-то связать и сделать еще но в целом я довольна ну вообще я за них не платила если честно денег потому что опять же приложение активный гражданин у меня но я всегда обменивала на леонардо на купон на 500 рублей но в этот раз можно появился еще вал берез ну я подумала что конечно леонардо это классно но вал берез дает больше все-таки возможности согласитесь и если леонардо сравнивать например с той же искусницей с магазином то конечно леонардо более такой демократичный магазин в плане цен но если сравнивать с вал березом конечно вал берез еще демократичнее и выбора больше и у меня там были хотелки у меня был купон на тысячу рублей поэтому я взяла вот это и еще взяла вот это от сяоми а машинка от катышков я очень довольна да я не буду никаких артикулов называйте ссылок давать потому что это не реклама несмотря на то что это мне как бы досталось бесплатно я не платила денег но это не обзор это вот просто приложение активный гражданин где мы голосуем за всякие названия улицы прочего и нам город дает такие поощрения вот ну и кстати блогеры вот рекламировали сяоми машинку но она была другой модели так что это так ну а если вам это будет надо то вы просто можете сами ввести там запрос не знаю машинка от катышка все омеи вам выскочит куча всяких разных вот такая комплектация сам прибор он в пакетике запасное лезвие щеточка и провод для зарядки инструкция на русском языке все такое машинка было в разных цветах я заказала естественно зеленая с этой стороны тоже она зеленая и пленочка защитная уже попробовала воспользоваться мне очень понравилось действительно очень легко хорошо очищает не то что там вот у меня раньше как у многих она из нас были на батарейках и вот сейчас я еще буду чистить как-нибудь кстати и на камеру покажу я еще не все сделала но очень хорошо и сейчас взяла свои свой любимый спортивный костюм такой зимний как видите здесь тоже катушки вот здесь вот я уже начала их убирать даже с такой мелочью справляется не знаю как передает камера хотя я вот вижу разницу это просто потрясающе я была уверена что уж с такими мелкими катушками не справится а вещи она как новая начинает выглядеть ну конечно я так я когда-то эти штаны но костюм заказывала на сайте шин поэтому ну китайский он конечно поэтому тут он весь закатался но в целом то он в хорошем состоянии поэтому я хочу привести его в порядок то что я собираюсь продолжать его носить а вот второй костюм желтый он у меня российского кстати производства он у меня в первый же день на нем лопнула резинка но это не проблема потому что там еще шнурок но качество оставляет уже желать лучше это просто чудо машинка вот просто чудо потому что я еще не все прошла но здесь уже видно но я то и так по быстрому попробовать но это огромная разница просто вообще огромное тут я уже что-то по вытащила но там уже еще ну вот здесь например как он опять же быстро прошлась насколько вообще радости подключиться сегодня уже другой день и хочу показать вам что вижу дело в том что я вчера связала смут ну из вот этой пряжи и распустила его потому что я примерила и поняла ну с виду он выглядел очень красиво к тому же он двусторонний но за счет этого он был жутко толстый и если бы я его связала коротким чтобы без оборотов за счет того что он очень хорошо держит форму ну получилось бы не очень красиво если честно а в несколько оборотов ну во первых тяжелый во вторых тоже рисунок который ну когда вот вещь просто лежит он красивый там он теряется поэтому я что-то психанула мне не понравилось решила перевязать и начала вязать другой узор он как бы тоже с косыми но с двумя и посередине жемчужной вязкой ну не знаю посмотрим может быть свяжу может не отчета мне не нравится вот я ну на самом деле я уже давно поняла для себя что для меня вот вязание на спицах это когда я либо полностью спокойно не нервничаю или у меня нет каких-то знаете мыслей в голове потока мыслей неважно хороших плохих то есть когда я там о чем-то думаю вот мне нужно приступать к вязанию на спицах когда я спокойно когда я ни о чем лишним вот не думаю вот крючком я могу вязать когда я нервничаю когда я чем-то думаю я могу даже ну практически не смотреть что я там вижу то есть я периодически поглядываю в основном вижу и мне как бы комфортно в любом состоянии а вот на спицах даже когда я вязала постоянно на спицах и там плечевые изделия еще что-то мне все равно было важно вот именно спокойное состояние если я взвинчена устала там не знаю что-то смотрю о чем-то думаю все это это катастрофа поэтому вот часто меня состояние когда я о чем-то думаю и мне не очень комфортно вязать поэтому может быть я даже буду что-то вязать крючком тот же снуд но проблема в том что все-таки крючок спицы это разные техники которые ну как по мне я предпочитаю знаете и крючком вязать и спицами вязать и хочу ту низкую вязку как бы освоить потому что действительно это дает какие-то такие горизонты расширяет поэтому мне в данном случае нравится косы хотя тот шарф он снуд он более эффектно смотрится но эффектно именно в плане когда вот так вот лежит стоит мне кажется что тот снуд хорошо вязать из более легкой пряжи тогда вот знаете когда какая-то тоненькая пряжа очень легкая и ей вот из нее как раз таки односторонние вещи как вот эти они будут не очень смотреться как-то так рыхло жиденько а вот если вязать двусторонней вязкой там будет действительно супер а тут у меня уже получилось так что практически все нитки я использовала здесь 500 грамм ну представляете да зимой на себе такое таскать оставила себя погулять в парке хотя вообще-то я люблю гулять каждый день помогу но я сегодня встала все было хорошо а потом минут через 15-20 мне уже стало не очень-то классно ну не андрей все равно говорит иди гуляй пусть недалеко ну я пару часов посидела повязала и вроде чуть-чуть получше поэтому пошла но у меня просто бывают такие состояния причем всегда в марте примерно в этих числах там 17 18 19 ну то что я помню уже третий год подряд одно и то же поэтому еще переживем в общем погуляю приду вообще-то надо еды приготовить до прибраться а там себя довязать наверное так потому что все таки я намерена шарфик тем или иным образом довязать ну вот если что-то сейчас еще пойдет не так вдруг то да я распускаю и я уже нашла что буду вязать крючком если все нормально то тогда будет снять спицами а там посмотрим потому что у меня планов масса и их прибавляется ну на улице так хорошо в принципе ну бывали дни потеплее а сейчас вроде как чуть-чуть прохладно у меня будет короткая прогулка я сейчас по одной олейке пройдусь и обратно только я не знаю если уже будет темно я пойду немножко по-другому ну а так и этой же тропинкой чтоб побыстрее я уже погуляла и сижу собственно вижу значит снуд мой вот на таком уровне решила отдохнуть так в общем-то лучше спешить уже некуда весенний снуд готов а этот в общем то уже на следующий сезон но это не значит что я его собираюсь надолго растягивать но просто каждый день по чуть-чуть потому что у меня действительно куча разных мыслей про поездку там еще что-то с кем надо встретиться перед отъездом и в общем не получается совсем сосредоточиться я как-то быстро начинаю еще и уставать поэтому переключилась на крючок собственно там сколько прошло ну минут наверное 10 я так еще как-то наверное минут 10 вот я уже начало чепчика связала вижу я нитками которые еще в питере покупала там вот пинетки штанишки прочее baby каприз от пихорки это мелинос фибра ну вообще вывязать я вязала в целом как бы окей хоть в одну нитку хоть вот сейчас в три но именно путается она совершенно безобразно поэтому ну этого это проблема во всем остальном вроде нормально часа полтора работы и вот такая красота получилась другой день встретились в кафе с тамарой кафе селезнева да я видела давно стоит пришла домой и сейчас покажу вам покупки и подарки ну покупочка у меня была всего одна и как раз вязальная ну и были подарочки один из подарков тоже вязальные такой около вязальный в общем сейчас все покажу я повторила покупку пряжи детская забава от context вот лавандовый цвет потому что мне еще нужно связать митинги и я просто боюсь что вот у меня видите полный моток остался а потом немного люрекс и вот здесь еще лежит остатки от моточка я не уверена хватит мне или нет и как бы знаете вязать рисковать мне не хочется потому что я ну знаете лучше все-таки купить пойти потому что я сегодня пришла в магазин и вот этот моток этого цвета был единственный ну потому что он действительно классный очень красивый оттенок ну и было бы обидно если пья начала вязать и пришла в магазине его нет тоже знаете как бы не очень классно тогда бы пришлось что-то докупать другое распускать и перевязывать все мне не хотелось правда по счастью был люрекс такого цвета но опять же если бы я уже начала вязать то как бы вряд ли бы мне этот моточек помог пришлось бы все равно все распустить и вязать снова чтобы было равномерно в общем всегда лучше все же позаботиться о том чтобы пряжа хватило чтоб не перевязывать не нервничать понятное дело всегда можно в этом случае с импровизировать то что такой же оттенок наверняка есть и у других производителей или можно что-то купить более-менее подходящие по цвету сделать какой-то рисунок ну и у меня в общем-то и дома есть из чего выбрать вот но я в общем решила для себя что сначала пойду посмотрю слава богу ну вот теперь я думаю двух моточков и вот этих остатков мне вполне хватит ну и потом честно говоря цена вопроса 99 рублей с моей скидкой 93 рубля это всегда можно докупить моточек это не пряжа которые стоят 500 600 а то и полторы тысячи рублей там конечно уже перед тем как что-то делать нужно все просчитать и купить чтобы и немного и немало как говорится так что вот так такая покупочка теперь к подаркам мы сегодня с тамарой погуляли и она мне но она как спросила тебе нужны маркеры то что у нее две упаковки ну и я говорю в принципе да конечно и она мне вот подарила у меня маркеры чуть побольше они мне нравятся ну и вот эти это сима land хорошенькие тоже пригодятся маркеров много не бывает потому что иногда и по нескольку штук на изделие нужно ну сами понимаете далее тамара мне подарила такой тональный крем ну он на вал бересе много встречается в принципе я к нему приглядывалась и как самостоятельному средству и в бьюти боксах ну вот потому что все таки я думаю я как-нибудь себе закажу такой бьюти бокс ну тамаре не подошел по цвету там была заявлена пятерка но мне не подошел вот такой цвет он кстати камера высветляет потому что он чуть чуть темней но вы знаете ну самую малость мой оттенок это от единички до тройки ну так как то так плюс я обычно беру двойку по моему тройку в общем светлые оттенки а чаще всего если есть возможность выбрать желтоватым подтоном но если нет но вот например крем балет у меня сейчас с розовым подтоном но он подстраивается под кожу я когда крем увидела я честно говоря подумала что у меня тоже не подойдет но на самом деле он не подошел потому что он на коже становится светлее и он классно перекрывает но при этом вообще в принципе ощущение что тональник на коже его нет я в другом влоге покажу просто сейчас не буду не охота показывать и такой запах приятный но надо попробовать еще и кстати на лице потому что одно дело на руке но вот на руке мне эта ситуация нравится вот все что я сейчас вижу далее в подарке лежал чай из чайной кантаты маленький принц зеленый чай апельсин цветки розы там же еще есть кусочки клубники маракуйя лемонграсс цедра апельсин лепестки розы в общем очень интересно у меня в такой упаковке есть итальянский пирог чай мне аня дарила в том году у меня до сих пор немножко осталось и он конечно супер ароматный безумно нравится ну и вот теперь у меня есть в коллекции такой мне еще тамара раньше дарила плюс я себе много чего покупала в кантате ну потому что правда там очень такие оригинальные сочетания мне там нравилось когда с перцем с белым шоколадом и вот с безешками вот итальянский пирог прям там маленькие кусочки безе такая милота вот они прям как вот большие такой же формы только маленький так что я обязательно сегодня заварю попробую так что тамара огромное спасибо вообще я как раз и думала что надо либо купить себе или думаю кто бы мне подарил вот мечты сбываются да ну и был конвертик чтобы я могла себе еще выбрать то что сама хочу ну за это тоже огромное спасибо но вообще еще больше спасибо в принципе за встречу за прогулку за общение потому что мы действительно классно поболтали и мне конечно очень жаль что сейчас у нас так складывается все что вот я в москве подолгу отсутствую и наши занятия пока вот да пока откладываются и к сожалению они откладываются на довольно долго но ничего страшного потому что потом все вернется в прежний ритм и даже еще лучше будет но действительно мы просто с моими ученицами мы как-то я не знаю мы очень хороших отношениях мы дружим по многу лет там кто-то ко мне и по 10 и по 11 лет ходят поэтому как бы нам классно вместе мы приходим на занятия мы и занимаемся и общаемся так что конечно мне сейчас этого не хватает вот но в принципе есть ватсап поэтому будем как минимум общаться по ватсапу и я надеюсь что еще до моего отъезда мы увидимся чем будет классно вот такие дела я в общем-то поужинала поэтому сейчас заварю чай как раз и наверное сяду наконец-то дойдут руки либо завтра утром но посмотрим то что опять же кучу всего хочется сделать надо соединить шить шарф я очень довольно такой классный узор ну и по идее надо уже вязать митинги потому что вот мы сегодня гуляли была такая солнечная погода и в пуховике на самом деле было уже жарко и шапку честно хотелось снять поэтому думаю что вот при такой погоде уже вполне можно ходить в тоненькой курточки но при условии хотя бы вот такого снуда и кстати вот руки немножко подмерзали ну так чуть-чуть поэтому митинги будут сейчас самое то тот снуд я вижу да потихонечку в таком лайтовом режиме и это самое лучшее вот мы как раз говорили с тамарой что вот я могу только в спокойном состоянии на спицах обязательного то меня наоборот успокаивает но действительно кто видимо к чему привык у кого в чем больше опыт потому что ну вот ей например она тоже как и я в принципе вяжет и крючком и спицами но вот ей спицами как-то проще быстрее то есть даже какие-то если игрушки связать вот а мне мне наоборот мне проще как-то крючком хотя спицами я естественно тоже вижу но я понимаю что мне гораздо быстрее комфортнее и вот крючок меня реально успокаивает а тут только в спокойном виде вот я все-таки решила себе купить тунисский крючок ну я леонардо посмотрела ну ценник там гораздо выше хотя у меня скидка но я честно не нашла ничего такого потому что были либо короткие крючки но они с двух сторон с крючками это нас принципе тоже как бы для тунисского вязания вот но я еще хочу длинный потому что то чтобы не привязываться к ширине изделия не она правда там можно было купить спицы крючок за 129 рублей мне бы это вышло дешевле но я пока хочу ограничиться просто длинным крючком потому что я хочу пока учиться вот именно изучать саму технику вязания а уже потом тогда можно докупать какие-то вещи и сегодня я на ночь посмотрю видео несколько видео посмотрю чтобы быть в теме потому что пока я только приблизительно представляю о мне еще хочется достать пряжу и крючком сделает лаванду попробовать не знаю что получится но мне понравилось это знаете вот эта креветка кстати тамара вязала и по-моему они спицами наверное вяжутся а могу ошибаться креветка очень крутая я бы наверно тоже себе связала ну кстати если у меня вот эта пряжа останется во первых я посмотрю сколько ее останется либо я пущу на коврик либо сделаю какой-нибудь себе брелок аксессуар заварила подаренный мне тамара чай очень ароматный перематываю вот эту пряжу пехорка на четыре равных клубочка и хочу еще связать пинетки на самом деле тут пополно пряжи ну пинетки чисто такого цвета лишними наверное не будут так что сделаю какую-нибудь красивую новую модель уже другой день я как-то на редкость поднялась рано утром ну и повязала это митинге будущее я хотела вязать вообще-то по-другому ну таким этим прям по кругу вязать но потом решила посмотреть какой-нибудь еще мастер-класс ну и мне понравились вот эти митинги вот нижнее полотно я связала вчера вечером а это я собственно сегодня утром и нитку с блестками я пустила всего на два ряда сбоку вот с этой стороны будет большой палец и вот тут вот идет легкий-легкий шиммер прям едва заметная такая сверкалочка ну и здесь будет аналогичный у меня планы во-первых сейчас монтируется влог я его буду выкладывать он у меня несколько дней вот так фрагментами был на телефоне и ну и как-то не лежала душа хотя до этого я каждый день выкладывала видео потом вот сейчас завершите этот влог смонтировать и в отложенный доступ его загрузить для выхода через несколько дней ну и начать новый влог в котором будет и вязание и бытовые дела потому что что в петель и мне все это поднадоело и мне как-то хотелось просто вязать гулять но дома дела скопились поэтому нужно делать да и уже тоже соскучилась по уборке и прочему в общем всякое будет так что благодарю вас за просмотр и если видео понравилось подпишитесь на мой канал это очень помогает продвижению я желаю вам здоровья настроения вдохновения во всем и до скорой встречи пока пока